Печете праздничные торты на продажу, подрабатываете репетитором английского или сдаете квартиру посуточно? Значит, следующая информация налоговой инспекции для вас. С января этого года введен налог на профессиональный доход самозанятых лиц. Такой эксперимент пробуют на себе Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. Что же это значит? Профессиональный доход – это доход физического лица, у которого отсутствует работодатель, и который сам не привлекает наемный труд, а также доход, полученный от использования имущества. Плательщиками данного налога являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность на территории указанных регионов. Пока постановка на учет в налоговые органы добровольная. Сделать это, кстати, предельно просто. Можно на сайте налоговой службы, либо скачав мобильное приложение «Мой налог», или воспользовавшись помощью уполномоченной кредитной организации. Небольшой набор простых действий, и каждый месяц просто прибавьте к другим платежам онлайн оплату налога на профдоход. Кстати, ставка по нему составляет всего от 4 до 6%. Система имеет ряд других преимуществ. Налогоплательщики не обязаны применять контроль на кассовую технику. Также доход, полученный от введения данной деятельности, не облагается налогом на доходы физических лиц. Для индивидуальных предпринимателей не облагается налогом на добавленную стоимость. Также налогоплательщики вправе не уплачивать страховые взносы на обязательно пенсионное страхование. Еще одно новшество 2019 года – единый налоговый платеж. Это единовременная оплата налога на имущество, а также транспортного и земельного налогов. Такая упрощенная система позволяет экономить время и эффективно планировать бюджетные траты. Налогоплательщик может одним единым платежом перечислить денежные средства за налоги, которые исчисляют ему, допустим, в разных районах или даже областях. Плюс его можно осуществлять заранее. То есть, не дожидаясь налогоуведомления, можно денежные средства перечислить. Все сведения по реквизитам, они есть и в налоговых органах, и в банках. И напоследок еще одна важная информация. Налоговая инспекция напоминает о третьем, заключительном этапе перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Обзавестись таковой необходимо до 1 июля 2019 года. Перейти на новый порядок обязаны все организации и индивидуальные предприниматели, в том числе организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патентной системе налогообложения вне сферы розничной торговли. Индивидуальные предприниматели в сфере розничной торговли, также на ЕНВД и патентной системе налогообложения без привлечения наемных работников. Организации индивидуальных предпринимателей, оказывающие услуги населению, и организации индивидуальных предпринимателей, осуществляющие безналичные расчеты с физическими лицами. Промедление уже грозит штрафом, а вот те, кто позаботился о приобретении контрольно-кассовой техники вовремя, вправе рассчитывать на получение налогового вычета в размере 18 тысяч рублей на каждый экземпляр. Подробную информацию обо всех нововведениях в налоговом законодательстве можно узнать на сайте налог.ру или обратившись в инспекцию по адресу Советская, дом 4. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова